Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, и что мы должны найти согласие, но без ультиматумов в качестве условия. Зеленский также заявил итальянскому государственному телеканалу в интервью, что Украина никогда не признает Крым частью России, которая аннексировала эту часть Юга Украины в 2014 году. Крым всегда имел свою автономию, у него был свой парламент, но внутри Украины, сказал Зеленский. В другом комментарии Зеленский прозвучал дальновидно. «Мы должны думать о будущем России. Я, как президент Украины, говорю, что это наши соседи. Будут другие президенты и другие поколения», — сказал Зеленский. Украина и Россия не проводили мирных переговоров с глазу на глаз 29 марта. СМИ цитирует главного представителя России на переговорах Владимира Мединского, который заявил, что мирные переговоры ведутся дистанционно. Путин сказал по телефону канцлеру Германии, что процесс в переговорах о прекращении конфликта фактически заблокирован Киевом. Киев, в свою очередь, обвиняет Москву в отсутствии прогресса. В своих самых полных публичных комментариях о перспективах мирных переговоров за несколько недель до этого Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромисс в отношении своей территориальной целостности. «Уходите с этой территории, которую вы оккупировали с 24 февраля», — сказал он. «Это первый четкий шаг к разговору о чем-либо». Зеленский также говорил о российской армии. «Они в четыре раза больше, их государство в восемь раз больше. Но мы в десять раз сильнее, как люди, потому что мы на своей земле. Мы не на равных, но мир сплочен вокруг нас». «Премьер Италии прав. Мы можем победить, потому что мы боремся за правду, и мы не должны быть в этом одиноки», — заключил Зеленский. К слову, Турция призвала держать каналы связи открытыми на специальном заседании Совета ООН по правам человека для Украины, поскольку Россия продолжает военное вторжение в страну. В заявлении постоянного представителя Турции при ООН в Женеве Анкара подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. «Мы считаем, что каналы диалога должны оставаться открытыми для нахождения мирного решения и исправления гуманитарной ситуации», — говорится в заявлении, где добавляется, что Турция продолжит работу для обеспечения мира в Украине. «Мы обеспокоены долгосрочными последствиями конфликта для Украины и мира». Говорится в заявлении, что изображения из столицы Киева, Буча и Мариуполя, демонстрирующие гуманитарную ситуацию, ужасают, и что для России неприемлемо нацеливаться ни в чем не повинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Анкара также призвала провести независимое расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности за нападение на мирных жителей.